нарушаются права покупателей я хочу сегодня торговали дерьмом зачем мне дерьмо продаете другим людям звонить частякову пусть приезжают так как вы спешите то что принадлежит уже мне как вы спешите как я с вами разговариваю задаю вопрос имею право ой намного больше смотрит около 100 тысяч человек серьезно это питер улица черняховского дом 16 магазин пятерочка вот такой холодильник с пельменями или ментосами интересно по какой цене есть примере сегодня продаются как определить какой вид есть такой либо они продаются по 229 рублей либо по 579 может быть какой-то другой из этих двух лёшка ой вафлер очка так черняховского а 16 дробь 5 ветера а даже ясно как товарищи фиксируйте купленное дерьмо отраву не отходя от кассы мудрый всем совет чем 28 марта а ну все наш клубную фиксируйте купленную отраву не отходя от кассы рыбка тоже сдохла там чего-чего мне какое-то разрешение требуется серьезно серьезно какой должность вас это девушка подскажите я понимаю вы заработаете здесь правильно вы же здесь просрочкой торгуете я не знаю не знаю подключаются или нет вообще не знаю знать не могу звонить я не буду вести расследование вот пусть ваш частюков александр валерьевич приезжает дается пояснение андрей рубенович пусть приезжает где у вас задаем хотя бы кто сдам и что что воскресенье чё сдэмами покупатель любой покупатель может зайти совершить покупки и и что кто вы это так важно кто покупатель по жизни или как пояснить ну хочу снимаю а я не торгую просрочкой кто сейчас старший в смене что вы хотите я с кем разговаривают бэйджик пожалуйста для полного ознакомления покупатель познакомьтесь если нужно будет но не рекомендую бэйджик полностью покажи для ознакомления вот нас висит вроде бэйджик будете показывать представляться будете я чего добиваться я должен динара разделяю его администратор нарушаются права покупателей хочу сегодня торговали дерьмом зачем мне дерьмо продаете другим людям звонить частякова пусть приезжают так как вы спешите то что принадлежит уже мне как вы спешите как я с вами разговариваю задаю вопрос имею право на 20 дней про срок на 20 дней про срок серьезно как делаю возврат я не совсем понимаю как делаю возврат так вот чем все таки отвечает вот это административное ответственность 14.4 куа а это 238 у кайру если google вас не заблокировал то рекомендую загуглить 238 у кайру и пункт б именно о товаров для детей возрасте до 6 лет идет речь если посчитать надумаете на досуге там или когда интересно еще и ценники неправильно везде очень много чего могу руководство доложить о том что именно не нравится доложим доложим звоните директору пусть подъезжают вы его секретарь или жена чтоб говорит что он не подъедет почему не подъедет вы секретарь его или его жена вы он не подъедет он вам как сейчас об этом сообщил подъедет он сюда или или не подъедет откуда вы можете знать у него выходной вы его жена или или по или или просто с ним спите что знаете подъедет он сейчас сюда или не подъедет звоните директору что я хочу или как или у меня сбег цепок берите звоните мне надо точно мне надо уверенно я сделаю так подружка что тебя не в один магазин не возьмут сделаю обязательно и она здесь одна и здесь немного нас еще будет замечательно в общем директору звонить будет только или как но мальчики проблемы директору супервайзеру звоните да не просрочки торгуют том что детская это очень нехорошо разберусь я ну ну супер у звоните вы должны звонить ой намного больше смотрит около 100 тысяч человек серьезно что ты там сказал представиться не хочешь ты представишься представляться будешь что представляться будешь не он он не хочет представляться но я думаю сейчас я буду его личность устанавливать другими способами к чё-чё-чё-чё говоришь что говоришь он так работает усердно ну потому что так разговариваю зато крыльчатку клоун ты клоуном зачем назвал покупателя да сейчас посмотрим кто в цирке будет сейчас посмотрим нужен участковый либо следственно оперативная группа усматриваем признаки преступления согласно 238 статье уголовного кодекса часть 2 пункт б вот сейчас свой тухляк будет оформлен администратор это моё личное дело легче мне станет не легче ну а вот такого не нужно просрочкой торговать ты не прав ты не про просрочка торговать не нужно лады давай тебе тоже удачи кассиры носят калоши с нормального грязную одежду руководство агроторг вы куда смотрите знаешь что говоришь как сказал таких супергероев полно каждый день что-то слабо тебя контролят потому что детская гадость есть магазина и видимо с ментами ни разу не оформляли этот тухляк вот ну и на тебя заяв не поступала поступит легко до базара нет это предоставишь это все видео туда же уверен более чем но зря так уверен может отдыхать и сходить в отдел ступа чупсами применить по назначению вот если вы опознали этого человека товарищи пишите в комментариях он не представился но судя по всему вы напишите я знаю что вот не пишите как всегда парашник обыкновенный вот хотя пишите если заслуживает я не знаю заслуживает или нет надо трогать это это я купил это мои вещи вот у меня чек я это купил ты не имеешь права трогать все то что я купил по определению не имеешь права трогать это мной куплено у меня чек куда руки свои тянешь зачем я это купил ты тоже что-то своей жизни купила я же не заложен тебе в карман или это была попытка кражи что это было вот что это было две сотрудницы пятерочки хотели покидать то что купил покупатель да может быть сами почитаете ко мне отнеслись по хамски к сожалению как вы отнеслись так и мы это что значит то есть пришел покупатель козел такой покупатель и купил просрочку и этим он плохо отнесся что купил просрочку да я матом ругался может быть сейчас мне на клевету написать заявление давай на клевету напишу установлю сейчас тоже твою личность в общем слушать сюда девочка снял я не снял у меня до кучи в кармане лежит диктофон и ведет аудиозапись непрерывно непрерывно еще началась аудиозапись у меня своя аудиозапись началась еще до входа в магазин за полчаса у меня началась аудиозапись за полчаса до входа в магазин и до сих пор пишет непрерывно и вот ты говоришь то я здесь матерился я докажу что не матерился представляешь и вот с твоей стороны сейчас клевета моя аудиозапись сотрудникам полиции обязательно предоставлю так в итоге не удалось дозвониться до директора номер его мог возможно представлялось увидеть с улицы через вот это стекло вот ну наверное нужно звонить супервайзеру но номер взглядеть не представляется возможно идет сюда лезть а напоминаю не звоните директор участников александр валерьевич по номеру телефона 8 950 018 22 00 и не спрашивайте почему под вывеской данного магазина скрывается помойка почему сотрудники хамят а также не звоните супервайзеру доняну андрею рубеновичу по номеру телефона 8 967 969 87 46 покупатель подошел и спрашивает что случилось есть полиция а так надо было сразу сказать как не желаете за номер три статьи 5.4 исполнить обязательно здесь есть на более чем полтора месяца просрочка от ноября производства есть от декабря производства почти на месяц товар не соответствующие требованиям безопасности предназначен для детей возрасте до 6 лет а мы сами то откуда на сегодня обычный покупатель на а санте санитария в магазине сплошная гадюшник хуже чем многие помойки которые мне приходилось видеть свою жизнь а по повидал я их очень немало администратор должен справлена все это такое было девушка я к вам обращаюсь должность администратор вид до первый раз вижу чтобы к покупателям жопой поворачивались и большие права были нарушили примите пожалуйста заявление в устной форме согласно 736 приказу привлекайте по 559 коап вот эту особь она нарушает 59 федеральный закон и привлекать все нужно по 559 коап принимать пожалуйста заявление отказывается принимать обращение а я за тебя не рад что ты ни хрена не знаешь ты чужое место здесь занимаешь уволься напиши по собственному не позорь компанию уволься да не позорь компанию еще раз повторяю так хочу заказ ты делаешь вот сейчас были правильное действие трогала вот этот совок на щетку ведро двигаешь с правильным направлением нужно переквалифицироваться когда так мало знаний когда знаний только для этих инструментов хватает то есть вот как раз вот вот как раз твоя будущая работа молодец переквалифицируйся в дворнике срочно и надо торговать тухляком особенно детским серьезно а скажу что серьезно своим отношением покупателю ты никого не оскорбил считаешь но ты как администратор по-хамски очень отнеслась девочка что нельзя действовать в рамках правого поля в рамках правого поля можно действовать закон позволяет так а заявление по 559 и пошел куда пошел он пошел пошел удаляется вокруг полномоченных 7 6 отдел полиции чё позориться столь будут а заявление то а заявление то у меня так и не приняли он ничего не сказал он что-то молча пошел с этой просрочкой куда-то в другую сторону принимайте заявление а чтоб ждать то телефон доверия 8 812 573 21 81 сотрудники полиции пытаются бездействовать не принимает заявление заявление так и не приняли оперу полномочий я предлагаю принять в рамках 736 приказы я предлагаю принять на месте в устной форме до что любой сотрудник полиции обязан в устной форме принять заявление в рамках 736 приказа министра мвд цирк какой-то то есть по хрену замечательно фу позор позор позорники всем что отдел полиции позор ну ладно что собираем вещи и с этими ментами будет уже другой разговор на горячую линию мвд по санкт-петербургу я позвоню лет пора тут собираться время уже 2350 магазин уже не работает пора на навсегда закрыть магазин и тех кто торгует навсегда закрыть кто торгует детским питанием то есть мало есть молочки что тогда было куплено не детское питание в молочке вызывай вызывай успеешь пока соберу все вот некачественные товары пишите в устной форме принимать я же говорил про острой боли в руки а вы меня у меня при письме возникает острая боль вы меня и так заставил несколько раз можно сказать так почему-то вы были против того что я фоксимили буду пользоваться а что за маневры были куда вы убегали от меня мы от вас никуда не за я поступила вы мне не сообщили об этом сотрудники полиции и не обязана вам ничего сообщает а то есть если бы я сейчас ушел то вы бы каким-то образом в москве меня услышали телефон его показали что я могу быть в санкт-петербурге течение пяти минут вы не можете ну а думали свернулись молодцы мы не одумали мы выполняем свою работу работу в том чтобы ничего не поясним гражданам вот так уезжать от них видимо мне прямо через стола прошу вас привлечь к административной ответственности согласно 5.59 club рф а неизвестную мне администратора магазина пятерочка может тухлёрочка написать сути не поменяет отказавшуюся представиться которая в нарушении 59 фз отказалась принимать письменное обращение материал прошу направить по подведомственности в районную прокуратуру ну все прокуратуру пусть уже улету если будет время я за номером куст заеду к вам 7 6 милости про любое время все конечно а счет дела что он не выходит может ему нужно свои вещи было до собрать и покупки вот такая не острая админ набирайся ума чего сделать наверно твой надо чинить все-таки незаметно фуха балка ну вот вернулись сотрудники полиции вернулись приняли заявление не знаю что их побудило вернуться обратно но отменили план побег и приняли это хорошо мне бы сашу увидеть не знаю вроде директор пухлопитона насколько куда-то не зовет что же зачем снимаете я все снимаю происходящее всегда что не знали короче везде разруха в этой пятерочке он у них столы пытаются вниз улетает здравствуй саша хорошо здравствуй вася саша покупатель этого магазина с и про были нарушены вот твои сотрудники еще раз нарушены мои права потребителя во-первых было трудно просрочить а вот это администратор который было вечером позавчера не соизволило вернуть денежные средства за товар с текшим сроком годности несмотря на то что статья 18 закон за счетов потребителей говорит о незамедлительном возврате денежных средств начали заниматься каким-то строить какую-то колхозную модель поведения другая кассир начинает говорить что я здесь там якобы матерюсь да мне так и не вернули денежные средства отказали в итоге да и деньги не были возвращены кроме всего прочего мной было написано заявление о просьбе привлечь администратора по статье 5.59 кодекса об административных правонарушений я понимаю что он книги отзыва не обязаны теперь с первого иметь того предприятия 59 федеральный закон был нарушен о приеме и рассмотрение обращения граждан любой руководитель до любого предприятия том что и торговый обязан принимать обращение граждан она здесь начала крылышками к сожалению махать чем накликала еще одну небольшую беду вот запозданием на два дня происходит возврат денежных средств магазине пятерочка чернеповского 16-5 с вами был как всегда клуб патриот что вы видите как то как и Субтитры создавал DimaTorzok